Здравствуйте, с вами личные финансы, передача о грамотных инвестициях. И сегодня мы вернемся немного к практике, поговорим о том, как с помощью экономических показателей различных стран мира прогнозировать рост или падение акций и как на этом зарабатывать. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Действительно, тема важная. Значит, экономические показатели во всех странах мира меняются с каждым днем. Хорошо, когда они улучшаются, плохо, если они ухудшаются. Но так или иначе, они влияют на котировки. Большинство стран мира, особенно экономически развитых, постоянно публикуют свои экономические показатели. И в момент выхода этих данных в свет биржевые игроки, трейдеры, спекулянты начинают реагировать соответствующим образом. Экономические показатели отражают состояние экономики. Экономические показатели совершенно разнообразны. Например, уровень экономического роста, цены и инфляция, процентные ставки, безработица и количество новых мест, строительство и продажи жилья, розничная торговля и продажи новых автомобилей, рынок ценных бумаг и другие. Все это в различной мере влияет на мировой рынок. Соответственно, что делает биржевой трейдер. Он открывает календарь статистики, так называется раздел, соответствующий на сайте финам.ру. Дальше трейдер анализирует те цифры, которые стоят в колонке прогноз и анализирует цифры, которые стоят в колонке предыдущий показатель. Давайте какой-нибудь возьмем ради примера. Конечно. Ну вот, например, один из ведущих показателей, влияющих на настроение игроков. Количество вновь проданных жилых домов, среднестатистических, на одну американскую семью. Важнее всего сравнить, насколько прогноз отличается от факта или наоборот. В данном случае мы что видим? Фактическое значение 411 тысяч новых жилых домов оказался еще хуже прогноза. Каким образом реагирует на этот рынок? Он реагирует негативом. То есть в текущий момент времени ценные бумаги, как правило, должны упасть. Так оно и случилось в последний раз. Неужели продаж нового жилья влияют на все ценные бумаги на рынке? Не на все, ни в коем случае. В Соединенных Штатах очень много ценных бумаг, более двух с половиной тысяч голубых фишек. Но вот львиная доля, скажем так, этих бумаг все-таки реагирует. И таким образом сам индекс биржи, который объединяет все акции, да, тот же самый Dow Jones начинает двигаться. Это десятые доли процента могут быть, но этого достаточно, чтобы сказать. Да, данный макроэкономический показатель свое влияние оказал. Страна с самой большой экономикой на сегодняшний день – это Соединенные Штаты Америки. Именно ее показатели наиболее сильно влияют на мировой рынок. И поэтому именно за ними следят брокеры всех стран в надежде заработать на бирже. Если вспомнить даже тот же самый пресловутый кризис восьмого года, он выразился в падении именно этого показателя в первую очередь. Кризис начался с ипотечного кризиса, да, то есть банки почувствовали проблемы в этом направлении, перестали выдавать ипотеку. Те, кто кредиты получили, перестали платить, соответственно, и продажи резко упали более чем в два раза. Россия от этого кризиса пострадала не потому, что у нас к этому все шло, да, а просто потому, что кризис оказался мировым. В основном, пока мы движемся вслед за мировыми локомотивами. То есть мы подвержены вот этим вот общемировым тенденциям. Ну, самое время перейти к Максиму и узнать, сколько же денег он заработал за эту неделю на наших портфелях на 30 тысяч и на 300 тысяч рублей. Здравствуйте! Продолжаем вести наши два портфеля на 300 и на 30 тысяч рублей. За предыдущую неделю рынок у нас продолжает падать. По рынку акций мы все закрыли. Что касается фьючерсов, тут у нас держатся позиции по золоту и по валютной паре доллар-рубль. В принципе, все стоит на месте. Немножко золото даже откорректировало сниз, что, конечно, повлияло на общую оценку нашего портфеля. По маленькому портфелю мы сейчас находимся в небольшом шорте по доллару. Пока тоже убыточная немножко позиция. Валюта в последние 2-3 недели, можно сказать, стоит на месте. Теряем, но теряем немножко. Текущая оценка нашего большого портфеля составляет 357 663 рубля. Текущая оценка нашего маленького портфеля составляет 33 290 рублей. На этом все. Спасибо. До свидания. Спасибо, Максим. А нашим телезрителям я напоминаю, что в компании Finam продолжается регистрация на конкурс Invest Start 5. Зарегистрироваться в этом конкурсе очень просто. Нужно просто зайти на страницу данного конкурса istart.finam.ru, заполнить форму регистрации и получить уведомления на электронную почту, после чего вы получаете возможность торговать на бирже, используя стартовый капитал в 5000 рублей. Участвуйте и выигрывайте.